Соревнования среди юношей по баскетболу, как и по другим видам спорта, проводились с 1 по 11 февраля в рамках круглогодичной спорта-кяты среди школьников. Команды были разделены на две подгруппы. Соревнования проходили в средней школе номер 10 и гимназии номер 2. Финальные встречи принимала детская спортивная школа номер 2. В сущности произошло то, что мы и предвидели, что у нас новый чемпион, прошлогодний чемпион. В связи с тем, что команды были очень равные и выстрелить могла любая команда, поэтому так, собственно говоря, и произошло. Самая интересная часть борьбы – это игра за первое место. В ней встретились ребята из 2-й и 16-й школы. Игра важная, и каждый понимал свою меру ответственности за исход встречи. Поэтому и соперничество выдалось напряженным. Я думаю, что счет на табло после двух четвертей 22-7 отражает ту картину, что команды, которые играют, одна достаточно сильнее другой. Но в целом, что я хочу сказать, что игра увлекательная, очень много борьбы, поэтому счет вроде как и не очень большой. Очень много борьбы, очень много таких единоборств внутренних, которые здесь мы видим на площадке. И, конечно же, это нервозно. Все-таки игра идет за первое место. Однако, несмотря на желание ребят из 16-й школы победить, оппоненты из 2-й быстро взяли инициативу в свои руки. И ребятам из 16-й школы так и не удалось переломить ход встречи. После официального свистка счет на табло 46-22 в пользу ребят из 2-й школы. По итогам игр тройка призеров следующая. Первое место у средней школы номер 2, второе место у первой школы и третье у юноши из 16-й. Хочу отметить команду первой школы, которая всегда показывает баскетбол на высоком уровне. Вот в этом первенстве они вторые, подтвердили свой класс. Хочу еще отметить вторую школу, которая у нас стала победителем среди девушек. И сегодня ребята точно так же будут первенствовать в соревнованиях у мальчиков. Поэтому это большой плюс тем тренерам, которые работают именно на этой школе с ребятами, с девчатами. И плюс руководству школы, которые открывают свои двери для того, чтобы тренера приходили и работали с их учащимися.